Всю нашу жизнь у нас с женой был секрет успеха. Талисман, который, как мы верили, всегда приносил нам удачу в плаваниях. Рассказать тебе, где я спрятал нашей женой сокровища. Ммм? Что? Я знаю, что госпожа Дана мечтает найти способ использовать черную розу. Этот могущественный артефакт к нефм-тити содержит силу, которая способна воскресить мертвого. Что? О, черт, ловушки, драки, отравления, встреча с золотой маской Даной, спасение Абди, спасение самого себя и, наконец, черная роза к нефм-тити. Хух, предыдущая серия богата на события, это точно. Правда, меня не покидает ощущение, что пора бы, наверное, валить отсюда. Да и вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Ииии, снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы сразились с золотой маской по имени Дана. Ну, почти сразились. Если говорить точнее, то благодаря истории Синбада о том, как он извозился в говне, мы узнали, куда пропал Абди. Далее, сложили 2 плюс 2, поняли, куда идти, и бам, наткнулись и на Абди, и на ту, кто все еще официально им владеет. Ясен красен, отдавать Абди и при этом оставлять живых свидетелей Дана не хотела, поэтому нам пришлось сразиться с ее, эм, не побоюсь этого слова, достаточно мощным противником. Я в моменте даже чуть не проиграл. Короче, подрались, победили, Дана сбежала, пустила яд в комнате, ну а я, как мироходец, на которого яд особо не действует, спас и себя, и Абди. Вот только, внимание, во всей этой истории Абди тоже не лыком шит. Пока никто не видел, он выкрал артефакт под названием Черная Роза Кневм Тити. Да-да, это тот самый огонь богини, с которым так и не смогла совладать Дана. Об этом нам говорил Абди. Напомню, что когда мы только получили цветок, мы тоже не понимали, как он работает. Но, стол исследователя все порешал и... Та-да-да-дам, та-дам, куча способностей. Например, живая плоть. Любое живое существо, убитое владельцем розы, имеет шанс воскреснуть в виде сгустка из плоти и костей. Некой омерзительной насмешки над жизнью. Улучшение повышает шанс воскрешения. То есть, мы можем из любого моба создать... Ээээ... Что, костяного себе какого-то союзника? Причем не просто костяного, а еще и обвешанного плотью. Да, звучит так себе. Ладно, идем дальше. Мертворождение. Поднятые силой Черной Розы останки имеют волю к жизни. Каждый сгусток плоти имеет шанс продолжить существование, даже если был разорван на кусочки. Улучшение увеличивает размер сгустков, шанс деления, а также количество кусочков, которые могут выжить. Эээ... Честно говоря, я это сейчас прочитал и ничего не понял. Ну ладно, далее Костяной Костер. Сила Богини Смерти позволяет владельцу Розы поддерживать собственную жизнь, сжигая в неестественном пламени цветка кости мертвецов. Поместите кости во внутренний буфер цветка, и при получении урона кости будут сгорать. Улучшение увеличивает поглощаемый урон. Аааа, то есть это такая защита! Погоди, а как мне... Куда мне кости поместить? Как открыть? Что? Ааа, мне наверное нужно изучить, да? Костяной Костер. Да-да-да, вижу, у меня нулевой уровень, и мне получается нужно прокачать... Йооооу! А это ж дорого! Так, ну допустим, я трачу два серебряных скоробея. Раз, два, получаю одно очко. И далее могу прокачаться, да? А, мне еще 15 опыта надо. Подожди, у меня ноль уровней. Ладно, видимо еще успеется. Роза, иди сюда. Проверим, как это работает. В любом случае, она работает тогда, когда просто находится в инвентаре. Заметил, кстати, то, что дома никого нет, кроме с Дерека. Привет, с Дерек. Что ты готовишь, да? Вкусненько пахнет, вкусненько. Поговорим, кстати, ну-ка. Да? А, ложка, я занят. Ну, ладно. На втором этаже всё так же никого. Так, погоди, а что если здесь? Нет? Акетра, Джамиль, Лейла. Вообще никого. Я не понимаю, почему просто все... Что? Что? Пока... Я... Ребята, я сейчас немножко это мысленно поперкнулся. Какого чёрта? Вилли? Почему тут Вилли? Так, стоп, блин, тут ещё и мой плакат. Ты почему не в нарфанете? Эй. Батюшки, кто это передо мной, если не сама ложка? Да, да, привет. Ха, вот уж кого я точно не ожидал встретить ранним утром на курорте. Так это тебя, парень. Я то же самое про тебя могу сказать. Ох, ну давай, давай, рассказывай. Ты какими судьбами-то здесь, а? Может быть, это, прогуляемся чуть-чуть? Пойдём, пойдём. Ладно, давай. Ох, лолошка. Представляешь, меня вот взяли на рыбацкую подработку. Очень уж не налька меня моя вдохновила. Конечно, теперь придётся надолго оставлять семью. Но мы общаемся, это точно. Пишем друг другу письма и... Ха-ха. Что ты так на меня смотришь-то? Это мы сейчас, бедные. Если ты помнишь, раньше мы были чуть ли не знатью. Конечно же, я умею писать и читать. И не налька моя умеет. Это всё благодаря тебе, парень. Это всё благодаря тебе. Ой. Знаешь, я всё никак не мог побороть свою гордость. Принять, что мне больше не быть капитаном-то. Но благодаря тебе я понял. Я должен стараться как минимум ради детей. Я пропускаю очень многое в своей жизни только из-за своей долбанной глупой гордости. Вот так вот. И страдаю-то я от этого не один. Ещё раз. Спасибо тебе большое, лолошка. Знаешь, не нальчик сказала мне, что она... Она рассказывала про наше с ней путешествие. Какие же всё-таки прекрасные были времена-то. Ох. Если бы я только мог вернуть свою лицензию. Знаешь, я ведь им не отдал свой корабль. Они требовали, чтобы я отдал. Но нет. Я его спрятал. И сказал, что моя команда его у меня украла. Хе-хе-хе-хе. Откуда ж им было знать, что мы с ней наль... Управлялись почти всё время вдвоём. Никто бы никогда не поверил, что таким огромным кораблём можно управлять без команды. Вот и фараоновы прихвост не так думали. О, погоди, у тебя всё ещё есть корабль? А чё ж ты его не продал? Всю нашу жизнь у нас с женой был секрет успеха. Талисман, который, как мы верили, всегда приносил нам удачу в плаваниях. Он всегда висел на носу корабля, указывая нам путь. Ох. Боюсь, пришло время признать, что было и времена не вернуть. Ты молодой, знаешь, ты бы мог продолжить наше дело. Или заняться чем-то другим. Но я уверен, парень, корабль бы тебе явно пригодился. Так что, что думаешь? Как тебе мой намёк? Рассказать тебе, где я спрятал нашей с женой сокровища. Ммм? Ты очень много сделал для меня и моей семьи, парень. Я очень, ну, прям очень хочу тебя отплатить. Так что даже не думай отказываться. Понял? Всё равно я теперь постоянно на рыбацкой лодке. Нинель всё время в швейной. Или на рынке. Сын получает образование. Знаешь, хочет быть врачом, кстати. Дочурка потрясающе готовит. Её уже даже взял богатый господин кухаркой. В общем, как ты уже понял, у меня него будет. А тебе с госпожой будет проще от солдата Фомара убегать. Хе-хе-хе-хе. Удивительно, что ты на улицу не боишься выходить. Твоё ж лицо повсюду расклеено. Ай, ладно, что это я... Ладно, возьми. Вот тут, в Лозотеповом проливе, я свою красавицу-то и спрятал. Ты найдёшь её в корабельном гроте. Ещё раз, ещё раз. Спасибо тебе за всё. Ну, в общем-то, мне работать пора. Я пока ещё тут. Но буду рад, если ещё пересечёмся. Да-да. Чао. Что? Понимаете, я буквально ничего не сказал. Вот это тот самый момент, когда моя молчаливость максимально абсурдная. То есть она настолько огромная, что в этот раз я даже ничего не сказал. А мне тут корабль подарили. О, кстати. Всё, Вилли исчез. Карта Лозотеповый пролив. Открывает новые области на карте мореплавания. Вау. Так, погоди. То есть это надо использовать? Хотя давайте пока не будем использовать. Оставим эту карту себе. Но, самое главное, что нужно учитывать из всего текста Вилли, это его повторение про нос корабля. У нас с женой был секрет успеха. Талисман, который, как мы верили, всегда приносил нам удачу в плаваниях. Он всегда висел на носу корабля, указывая нам путь. Я думаю, не тяжело догадаться, что сюжет ярко намекает, что это какая-то очень важная штука. И, я думаю, также не тяжело догадаться, что речь об огне. Они не знают то, что у них на носу корабля висел, как минимум, магический артефакт, а не просто какой-то там духовно богатый. Но все это не имеет никакого значения, потому что у нас ни Акетры, ни Сдерика, ни Абди, просто все вдруг резко пропали. А, хотя погоди, может быть теперь со Сдериком и надо поговорить? Эй, Сдерик, здорово. Народ, народ, встаем, встаем, встаем. Да, она уехала. Ложка, привет. Она уехала. Воу. Что-то, что-то сказал. Что-то сказал, да. Кто? Что-то срочно. Боже, вы же... Боже, боже, что происходит? Ох, Синбад, ты совсем сдурел, что ли? Кто так вообще делает? Ты же только что всех перепугал. Да, леди Акетра, если бы я был вашим врагом, знайте, я бы так громко о себе не заявлял, это точно. Да и к тому же, разве это не прекрасные новости, а? Для всех вас. Ну, господи, прекрасные. Только мне нужно переодеться. Ну, ладно, пожалуйста. А я ещё удивился, чё это леди в таком странном платье, да и... Господи, молодой человек. Ну, неужели вы не знаете, что в приличном обществе... Да что в приличном... Слушайте, дамочка, я этому приличному обществу вчера рассказывал, как поскользнулся об... Эй, Синбад, прекращай. Да, ну ладно, ладно. Я вообще, я уже... Короче, я уже не могу произвести впечатление хуже. Вот к чему я веду. А, тьфу ты, хора, а? Какая же невоспитанная молодёжь сейчас пошла. Это просто отвратительно. Это умо непостижимо. Как же такие рождаются вообще? Не понимаю. Так, ну, ладно, знаете, хорошо, я признаю. Возможно, вся эта стена того не стоила. Но я просто рад, что впервые спасают не меня, а Абди. Вчера атмосфера была слишком гнетущая, чтобы демонстрировать радость. А сейчас, по-моему, вышло самое то. А вы что думаете, а? Эй, Синбад, пожалуйста, не торопись. Ты уверен, что госпожа Дана покинула курорт? Ты ещё спрашиваешь, серьёзно? Да я сам это видел. И как это ты так видел? О, ну, как бы тут рассказать-то. Возможно, мне просто повезло. Ну, а возможно, я всю ночь сидел и следил за её домом. Видел, как она вышла из заднего входа через какое-то время после того, как вы зашли. Дальше натянула капюшон. Убила проходящего мимо ни в чём не виноватого торговца. Что? Да-да-да, вот и я о том же. Села на его верблюда и поехала куда-то на восток. Я, знаете ли, некоторое время следил за ней. Но когда она выехала за пределы курорта, я понял. Мне за ней не угнаться. Нет. Хм, ну, как бы, если она действительно держала в тайне от братства, что была здесь, то это всё неудивительно. Она не хочет, чтобы братство заподозрило её в чём-то. Ей и так особо-то не доверяют. Угу. То есть... Абди-ка. И чё же она тут тогда делала, а? И почему состоит в той и фэтуне, если не хочет их слушаться? О, всё проще, чем ты думаешь. Госпожа никого не хочет слушаться. И не слушаться. То и фэтун скорее находится с ней... Знаете... Во взаимовыгодном сотрудничестве. Они стараются держать систему, в которой все на равных. Достигается это за счёт того, что никто не знает, кто скрывается за остальными масками. И... Ну, и за счёт того, что все золотые маски считаются равными между собой. Но... Нет, нет. Это, конечно, всё хорошо звучит, но по факту совсем не соблюдается. Серебряные маски, или ноги, как их чаще называют, раскрывают свои личности, и... Каждая голова считает себя важнее других, и всё время норовит узнать про остальных. То и фэтун — это могущественная тайная организация сотней последователей. Но за все эти годы своего существования она сильно, скажем, ослабла изнутри. Ммм, какие подробности. И как же они тогда продолжают держаться вместе, по твоему мнению? Почему до сих пор эта тайная организация не развалилась? Хмм, их держит общая цель, Синбад. Фу! Опа! И какая же это цель? О, вот тут, прости, я сам понятия не имею. Они хотят найти все огни. А зачем и для чего они нужны, мне неизвестно. Я знаю, что госпожа Дана мечтает найти способ использовать чёрную розу. Она думает, что только то и фэтун может в этом помочь. Поэтому и присоединилась к ним. О, сколько ж ты знаешь, да? А что такого может делать эта чёрная роза, а? О, ну. По легенде, этот могущественный артефакт Кнев Мтити содержит силу, которая способна воскресить мёртвого. Ох. Считается, что когда-то давно боги жили среди людей. И Кнев Мтити подарила эту розу своему возлюбленному, вдохнув в неё силу на спасение одной души от смерти. Но её возлюбленный не знал об этом. Отверг её. А розу... А розу просто выбросил. Вот так вот, а. О, это какая история. История совсем как у меня с Мусфирой. Ой, ты погляди на него. Неправда, Синбад. Та история, которую ты мне рассказывал, совершенно не похожа. Да... Зачем же вы так... У нас тоже была любовь. А значит, похожа. Хе-хе, ладно. Эм, в общем... Дана, значит, поспешила отсюда убраться, да? М-хм... Наверное, нам стоит последовать её примеру. Мы нашли целых два огня. То и Фетун не знает, что Лунный Лук у нас. А это означает... Означает то, что... Это означает, что у нас есть преимущество! Эм, простите. Ах, ладно. Так, ребята. Куда лучше всего нам сейчас отправиться? Как вы думаете? Вау, и именно я могу ответить? Так, мы можем отправиться в Лозотеповый пролив. Мне Вилли дал карту. Теперь, когда у нас есть Клык Роноса и Лунный Лук, мы можем попробовать победить монстров в Дидинах Вамдисе. Если честно, я считаю, что нам лучше сначала разобраться с Туев и Тунцами, которые сейчас здесь. Я думаю, то, что вот это пока что нет, ибо мы знаем как минимум местонахождение ещё одного огня у Вилли. При этом, это мы ещё можем наверняка сказать. Мы по-любому об этом скажем. Я прям уверен, то, что по сюжету это само по себе как будто обязательная часть. Я считаю, что нам лучше сначала разобраться с Туев и Тунцами. Что? Знаете, да, я согласен. Это хорошая мысль. Так мы сможем не опасаться преследования. Но подождите. Они ведь не знают, что мы уже нашли Лук. Значит, продолжат его искать. Вам не кажется, что это слишком жестоко? Госпожа, вы уж простите меня, но это не жестокость. Жестокость это то, что люди братства сделают с нами, если смогут нас поймать. То, что предлагает Лололошка, это способ снизить вероятность того, что жестокость случится. Что такое с Деррик? Ты тоже так думаешь? Как бы сказать-то, вы, если честно, Абди больше всех нас знает про братство, так? И меньше всех любит насилие. Если он считает, что стоит задержаться, чтобы обезопасить себя от преследования, то я с ним согласен. Мальчики, мальчики, но что будет с вами, если вы сами попадетесь? О, это я отвечу, это я. Вообще, ребят, сейчас они явно не ожидают атаки с нашей стороны. На месте Туэф и Туна я бы вообще никогда не ожидал атаки. Потому что, это ж каким дураком нужно быть, чтобы нападать и по... Ладно, ладно. Я уже понял, мне стоит замолчать. Хм, ну хорошо. Если вы считаете, что так лучше, то так и поступим. Однако действовать нужно быстро. Солдаты фараона здесь появились явно не просто так. Сдерик, мы с тобой тогда еще раз все изучим, что у нас есть по огням, и после определим, куда двигаться дальше. Эй, еще раз простите. А можно я вам помогу, а? Мм, поможешь? Ну да, а что? Я же тоже кое-что знаю вообще-то. Нам уже давно пора объединить наши знания. Хе, да, конечно, Синбад. Если честно, я даже не сомневалась, что ты захочешь присоединиться. Ну что ж, ладно тогда, Лолошка, я схожу на разведку, а потом мы с вами придумаем план. Только скажите, пожалуйста, вы знаете, куда идти? О, опа-па, и смотри, какой у меня выбор. Дом с фонарем над входом. Сразу за сувенирной лавкой. Это мы узнали благодаря Лейли, помните? А мы у нее спросили, где, где, где получается дом ее подруги, которая сдала Тойфетунцам свой дом, опять же. И мы узнали, что это дом с фонарем над входом сразу за сувенирной лавкой. Либо можно, без понятия, надо спросить у Лейлы. Наверное. Я думал, ты у нас знаток по Тойфеттуну, Абди. Хмм. Ну, короче, самое первое, самое крутое. Дом с фонарем над входом сразу за сувенирной лавкой. В общем, вы тогда подходите туда через пару часов. Только будьте осторожны. Я побежал. О, господи. И просто реально все разбрелись. Ладно. Хану все это послушала и подумала, ну, я повяжу, наверное. Кстати, поговорим. Лоложка, пожалуйста, позаботься об Абди. Я не переживу, если с ним тоже что-то случится. А, о себе тоже позаботься. Конечно. Вы оба, будьте осторожны. Люди в масках очень опасны. Хотя вы с ним это лучше меня знаете. Зачем же я это говорю? Надо, надо. На самом деле, я понимаю то, что это, видимо, очень опасный квест. Если даже Хануф мне это сейчас сказала, то это означает, что, видимо, кого-то можно потерять по сюжету. Поэтому надо действовать реально предельно осторожно. Итак, что мы знаем? Мы знаем то, что наша роза может воскресить кого-то. Эта штука воскрешает мертвого. Уж как-никак мы поняли, что это не какие-то сказки, ибо Кнев Мтити буквально возродила Зарифа. Так что то, что у нас теперь появилась такая могущественная сила, это реально очень круто сыграет на сюжете. Ну-ка. О, сюда не могу зайти, кстати. А что там происходит? А, Кетра. А, точно, они же готовятся, они узнают, у них видимо книги. Эх, ладно, мне нужно через, как он там сказал, через пару часов прийти к тому самому дому с фонарем. Ну-ка, обходим, и во, во, либо это вот этот дом с фонарем, либо если мы посмотрим еще чуть дальше, то там тоже будет такой же фонарь, и это снова, ну, полноценная дверь. Возможно, кстати, где-то здесь можно будет зайти. Я просто не вижу конкретного фонаря, я вижу только вот такие огоньки, это же не огонь. Что? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кара, это ж ты? Прости, кажется, я... не угадал. О, Боже. возьми это, отправляйте сыном в нар. Что? Живите счастливо. Обалдеть. Это тот самый торговец? О, Господи, это реально тот самый торговец, которого убила Дана и забрала его верблюда. подожди, а что, что я 156 утенов получил? О, Господи, мне просто кажется, что сейчас вот эти 156 утенов, которые я получил, не стоят той эмоциональной бомбы, которую я, ну, получается, ощутил. Покойся с миром. Спасибо за деньги. Так, в доме у нас тем временем ничего не меняется. Зайти я сюда могу. Ой. Привет. Что это ты делаешь? Поговорить, если что, я с ней не могу. Я не понимаю, что мне в итоге нужно сделать, чтобы я смог пойти. Мне реально нужно просто 2 часа подождать. Понятное дело, то, что 2 часа здесь это не 2 часа реального игрового времени. Непонятно. Я понял, забейте. Мне уже сюда. Привет, Абди. Лолошка, тихо. Они там. Внутри пятеро белых и один серебряный. Остальные где-то на берегу, как я понял. Кажется, нам помогают боги, потому что часть из них затонула в каком-то батискафе. Не знаю, что это, но это и не важно. Нам это определенно на руку. Предлагаю такой план. Я устраню всех белолицых, а вам нужно будет победить серебряного. После этого я останусь на входе сторожить, а вы, а вы попробуйте найти информацию. Вы как, готовы? Так, сейчас прежде чем отвечу, вы поняли, да? О батискафе нам рассказывали 2 человека и говорили о том, то, что один из них хотел погрузиться в батискафе под воду, но не смог, потому что все туры были выкуплены. Вот кем они были выкуплены, то и фэтунцами. Так, ладно, в любом случае, да, я-то в целом готов, меч при мне, еда разве что-то. Да простит меня, кнев мтите, да простит она мне мои прегрешения, да сопроводит она меня в бою. Фух, вперед, лолошка, за мной. Уф, какой решительный обзи, ну давай. Что там все, ага, я понял. Какого черта происходит? Идите, ложка, идите быстрее. Ооо, ни хрена, уже так быстро. Я помогу, а я не могу помочь. Все, ладно, ну давай. О май гаад. Здравствуйте, серебряный лицей. Не думал я, что вам хватит наглости сюда заявиться. Солдаты Амара были правы, когда заявили, что вы здесь. Но вам никогда не добраться до лунного лука. Даже не мечтайте. Твоя госпожа, видимо, считает себя невероятно крутой и опасной. Хм. Но если бы кто-то спросил меня, я бы открыл им глаза, что она обычная, избалованная, богатая девчонка, которой скоро укажут на ее место. Она думает, что нацепить на голову золотые кошачьи ушки это мило и оригинально? Ха-ха-ха. Ах, интересно, как она чувствует себя сейчас, когда ни одной из ее любимец не осталось. Ничего, ничего. Братство и не с такими справлялось. Вы для него просто пыль под ногами. Хм. Досадное недоразумение, которое скоро будет устранено. Больше не будет Абдов, которые позволяют себе подавать голос без разрешения. и женщин, считающих, что им дозволено поклоняться Хэтэнтепу. О, мы искореним всю заразу из мисра. Даже не сомневайся. Хм. И начну я с тебя. Окей. О, как ты медленно ходишь. Видимо, это мое преимущество должно быть, да? А лук-то у меня, кстати. Бе-бе-бе-бе-бе. Получай, зараза. Получай. О, тихо. Тихо. Прыгать надо. Я понял, понял. Все, я уже догадался, что нужно прыгать. Думается мне, что это будет простой бой. Так, аккуратно бьем. Тихо, тихо. Слушайте, а уклоняться-то вообще 500 хп, ни хрена себе. Тихо. Слушайте, 500 хп, это сильно. И после каждого удара он что-то делает, да? Не, ну в целом, он на меня накидывает замедление, я это замечаю, но мне не так уж и страшно драться против него, потому что я буквально просто подхожу и так как он не особо, ну, быстрый, вы это сами видите, я могу без проблем с ним расправляться. Что ты встал? Получай. Понял, понял, понял. А, о, сколько? Что? Ни хрена себе, сколько он сносит? Обалдеть, это всего лишь загребанный один удар. Все, я понял, в чем его преимущество. Уклоняться надо супер быстро и супер жестко. Ща, ща, погоди, погоди, погоди. У меня буквально одно хп осталось, вы видели это? Тихо. А, я не хочу проигрывать. А я еще думаю, да ладно, это будет простой бой. Тихо, тихо. Как же хорошо, что у меня есть еда, которая позволит отрегениться. Кстати, а у меня, по-моему, вино дает регенерацию, да? Да, смотри, реген на 45 секунд. Все, сюда. Так, теперь аккуратненько отбегаем. Снова бьем. Половину хп мы уже снесли. Молот, видимо, у тебя очень огромный. Ой, в смысле тяжелый. Добавлю то, что клык Роноса это реально имбовая штука, которая позволяет и отравлять, и бить быстро, потому что скорость атаки высокая. Буквально два удара. Последний. Нет. Последний. Последний. Все. Черт. Знаешь, знаешь, почему мы все равно сумеем победить? Потому что у нас есть цель. А вы даже не знаете, зачем вам нужны огни. Вы даже не знаете, где находится отправление. Ваша борьба бессмысленна. Что? Подожди, что ты сейчас сказал? Вы не знаете, где находится отправление? Что это? Черт возьми! Аааа! Это же что-то очень важное! А вы даже не знаете, зачем вам нужны огни. Вы не знаете, где находится отправление. С большой буквы даже написано. Так, хорошо. Сюжет нас продолжает удивлять. Это факт. Но давайте посмотрим, что у нас здесь. Опа, нифига. Это даже не пустая, не пустая локация. Железный скороб... Стоп, чего? Я могу взять скоробея? Я могу его типа использовать даже? Ну-ка. Вау! Да ладно! И типа он мне даже засчитался, да? Сейчас у меня 16 скоробеев. И допустим, я вот еще одного использую. Да, стало 17. Это первый раз, когда мы нашли скоробея в сундуке. Так, здесь у нас свиток мудрости дарует одно очко пассивных умений. Чего? Чего? Ааа, я походу понял. В столе исследователя, да? Блин, а я стол исследователя оставил там. Так, еще. О, письмо. Мне доложили, что ты продолжаешь сохранять мои письма, хотя я четко дала понять, что их нужно сжигать. Я начинаю думать, что ты под меня копаешь. Ноги не должны себе такого позволять. Эл. Лейла. Да, и после этого она перестала себя подписывать как Лейла. Опа-на. Ну-ка. Надеюсь, что ты больше никогда не позволишь себе подать голос на собрании. Ты должен понимать, что рот есть только уголов. Если это повторится, тебя больше не пропустят на общее собрание. Однако, твоя помощь в обнаружении щита не прошла незамеченной. Ты будешь вознагражден. Но больше так не делай. Вау! Вот это я тоже, пожалуй, возьму офигенная информация. Возьмем пока что куда-нибудь вот сюда положим. Опять же, это Лейла написала. Но я все больше начинаю понимать, что Лейла, которая сдала нам дом, ну точнее, дала нам пожить, и Лейла, которая в этих письмах, это разные Лейлы. Так, и тут у нас еще письмо. Какой-то энтузиаст предлагает испробовать свое изобретение по подводному погружению. Проверьте на обычных жителях и пробуйте сами тоже. Мы должны найти лук до того, как девчонка доберется до него. Нееет, это Лейла, которая сдает нам дом. Потому что откуда она может знать, что какой-то энтузиаст предлагает испробовать свое изобретение по подводному погружению. Видимо, когда мы вернемся домой, что-то произойдет. Ладно, пока что мы сохраним эти письма, обязательно. Здесь поклоняются Роносу, это мы уже заметили. Так, а здесь? Ну-ка, еще письмо, да господи. В ближайшее время бог-фараон объявит господство Монту над Роносом. Я уверен, прекращайте свои поганые проповеди на курорте. Побойтесь божьей кары. Салман Муджалит. Ой, как давно я о нем не слышал, кстати. Так, ладно, письмо с Салманом мы точно сохраняем. Железного Скоробея берем, используем. В итоге, что такое, как он там назвал, отправление, пока что неизвестно, но может быть об этом знает Абди, кстати. Ой, тут еще письмо. Как только добудете лук, немедленно возвращайтесь в Нарфанис. Курорт не должен пострадать. Лейла. Может быть, кстати, это и не Лейла, может быть, я сам себе накрутил, но скорее всего, это она. У Тэны опять же берем, флейта не надо, ну-ка. Это было прекрасно. Положу-ка я, наверное, это к себе в золотой рюкзак, понадобится на будущее. Также здесь у нас два Скоробея, мы их берем, письмо, три скумбрии, четыре пучка зелени, четыре бутылки вина, виноград, свежие лепешки и рис. Эээ, так, ну, ладно, возьмем. Капец, у меня сюжетный рюкзак уже полностью забился, и мне самое главное, некуда даже одежду положить. Надо бы его расширить, это точно. Ничего из этого мне больше не пригодится, поэтому... Эй, Абди, как у тебя дела? О май гад. Упокой их души, кневмтите. Дару им то счастье, что не смогли они найти в этом мире. Кневмтите, прости за мои прегрешения, и прими эти души как жертву, а не оскорбления. Прости меня, великая богиня, прости меня. Тебе что-то удалось узнать, лолошка? Если что, я выяснил, что никто из них толком не умел драться. Я бы не хотел снова привыкать к дракам и крови. Меня пугает, насколько я в этом хорош. Очень пугает. Давайте просто уйдем отсюда поскорее. Тут пахнет смертью. Окей, слава богу, я все письма забрал, как же хорошо. Ой, мы уже здесь. Все еще читаете? Дерик, смотри, вернулись. Ребята, все в порядке? Да, леди Акетра, мы со всеми расправились, все прошло хорошо. Подождите, подождите. О, Абди. Слава богу, я так рада, что вы в порядке. Что ж, это правда хорошие новости, но, ребята, мы со Сдериком ничего так и не нашли. Оу, это плохо. Да, ребят, это правда. Синдбат ушел совсем недавно и, должен признаться, я, я не ожидал, что он действительно будет скурпулезно вычитывать информацию с нами. Но, он, он реально брал, сидел и читал. Угу, так все и было. Но единственное, что мы нашли интересного, это то, что на Восточном побережье ходят слухи о каких-то странных происшествиях. Я вычитал это в странных странностях Мисра. Эх, да, уж это та еще авантюра, но, видимо, выбора-то у нас больше нет. Видимо, да. Или, Лолошка, у тебя есть какие-то идеи? О, так, у меня есть идеи, у меня про, думаю, нам стоит попробовать попасть в Дидина Хвамдис. Ребята, может быть, отправимся в Лозотеповый пролив? У меня есть все основания думать, что там может быть огонь. Вот оно! Это про корабль Вилли. Синбад сказал, что Дана отправилась на восток. Надеюсь, это просто совпадение, и мы с ней больше никогда не пересечемся. Эээ, вообще вот, про Лозотеповый пролив, да. Что? Лозотеповый пролив? Ах, так это же тоже на востоке! Куда отправилась Дана? Отлично! Так, ребята, тогда на рассвете отправляемся в Мемфисатон, а оттуда двинем в пролив. Ээ, чего? Мемфисатон? Не могу уже. От этого чтения глаза пересохли. Мы с Хану все вещи собрали еще вчера. Так что, ребята, можно спокойно ложиться спать, хоть сейчас. Эээ, ладно, я, я согласен. Я тоже. Госпожа, спокойной ночи. А мне пожелать спокойной ночи. Почему тут, госпожета, мы тут с тобой, это, дрались бок о бок? Так, получается, сейчас у нас есть куча писем, информация про некое отправление, про которое сболтнул серебряной лицей. Также у нас есть информация про Дану и про Лозотеповый пролив, где, вероятнее всего, находится огонь, который висел на корабле Вилли. Давайте, кстати, на карту посмотрим. Да, вот оно. То есть, это будет, получается, песок, песок, песок и маленький островок. Понял? Ладно, все, хорошо. Что ж, ребят, на такой ноте, я думаю, пора закончить. У нас очень много крутой информации и самое главное, запертая дверь с Лейлой, на которой у меня слишком много подозрений. Все, мы узнаем уже в следующих сериях обязательно и бесповоротно. Что такое отправление, о котором сказал серебряной лицей, мы тоже будем узнавать, но вот что мы точно не можем знать заранее, поставите ли вы лайк на это видео. Ребят, я и команда очень сильно на это надеемся и правда, если вам не лень, если вам нравится то, что вы смотрите, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это самая большущая мотивация для меня, для команды, для канала, для сезона. И самое важное, что это бесплатно. Да, еще раз большое спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоложка и Лозотеповый пролив. Всем удачи, всем пока, 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 пока.